Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем изучать персидский язык и сегодня мы узнаем, как в Иране говорят о системе временных координат, так ли все как в России. Если вам интересна эта тема, если вы изучаете персидский язык, не забудьте поставить лайк, нажать на колокольчик, подписаться, если вы этого еще не сделали, а мы начинаем. Когда мы говорим о иранской системе числения временных координат, то в первую очередь мы отталкиваемся от слова ЗОХР. ЗОХР это полдень. Повторим еще раз. ЗОХР. Это слово нужно нам для системы 12-часовой, как в английском языке, допустим, АЭМ, ПЕМ, то есть до полудня и после полудня. Когда мы в Иране говорим о промежутке времени с 12 часов ночи до 12 часов дня, то мы говорим КАБЛЯЗ ЗОХР. КАБЛЯЗ ЗОХР, где ЗОХР это полдень, а КАБЛЯЗ до. Соответственно вместе получается до полудня. Ну и когда мы говорим о времени с 12 часов дня до 12 часов ночи, то мы говорим БАДАЗ ЗОХР. БАДАЗ ЗОХР. БАДАЗ после чего-то. Ну в данном случае после полудня. Но все было бы не так просто, если бы персы в разговорной речи не решили употреблять несколько еще очень важных слов, которые мы очень часто можем услышать, увидеть где-то. Поэтому разберем их. У нас есть такое понятие как НИМЕЩАП. НИМЕЩАП. НИМЕЩАП это полночь. То самое время, когда у нас в ночь стрелки находятся в положении 0-0. Дальше, когда мы говорим о часах, если вы не видели, так как сегодня мы разговариваем в часах, если вы не видели ролик, посвященный цифрам, то советую его прежде посмотреть, потому что без этого ролика, скорее всего, вам будет немножко непонятно, что за такие странные слова мы используем. Итак, когда мы говорим час ночи, два часа, три часа, и здесь достаточно тонкая грань, потому что иногда могут сказать и уже в другой категории это слово. Мы говорим ЕКЯ НИМЕЩАП, ДОЙ НИМЕЩАП, СЕЙ НИМЕЩАП. То есть это три часа, час ночи, два часа ночи, три часа ночи. Таким образом, мы делаем как бы упорно то, что все происходит в ночное время. Переходный час это с трех до четырех утра. Когда у нас начинается утро, когда у нас начинается рассвет, и с трех-четырех утра до одиннадцати пятидесяти девяти у нас идет утро, или СОП, БАМДАТ. Таким образом, мы можем сказать ЧАХОРЕ СОП, ПАНДЖЕ СОП, ШИШЕ СОП, ХАФТЕ СОП, ХАШТЕ СОП, НОГЕ СОП, ДАГЕ СОП, ЯЗДАГЕ СОП. Уже здесь будут употребляться в последнем случае достаточно редко, но все равно это такая переходная точка. Затем, как мы помним, у нас есть слово ЗОХР, ЗОХР, полдень. Время, которое начинается с двенадцати ноль одной до примерно пятнадцати часов, то есть до трех, это время БАДАЗОХР, БАДАЗОХР, то есть после полудня. Затем с шестнадцати примерно часов у нас начинается АСР. АСР. Это такое промежуточное состояние, еще не ночь, но уже не утро, уже не день. И, наконец, где-то в двадцать часов у нас начинается ЩАП. ЩАП. НОЧЬ. Таким образом, шестнадцать, с шестнадцати ноль ноль у нас примерно вечер, АСР. А с двадцати ноль ноль ЩАП. Ну и так до НИМЯ ЩАП, до двенадцати часов. А теперь вопрос. Это вот все так сложно? Неужели мы можем говорить о времени только так? А как же минуты? Во-первых, чтобы спросить о времени, чтобы спросить, который час, мы используем фразу СОАТ ЧАНДАСТ. СОАТ ЧАНДАСТ. Ну или ее упрощенный вариант СОАТ ЧАНДЫ. СОАТ ЧАНДЫ. И здесь нам понадобится еще несколько терминов. Во-первых, у нас есть СОАТ. СОАТ – это час. Затем у нас есть ДАГИГЕ. ДАГИГЕ – это минута. Есть СОНЬЕ. СОНЬЕ – это секунда. Ну и еще пара дополнительных слов. Это РОБ. РОБ. Это промежуток в пятнадцать минут. Еще одно слово НИМА. НИМА. Половина. Которая используется не только в контексте времени, но также и в других разговорных темах. Итак, давайте попробуем узнать, как все-таки мы говорим о часах на персидском языке, так, чтобы не запутаться в тех самых терминах вроде СОП, ЗОР, АСР, ЧА. Как же мы это делаем? Представим себе на часах 10.00. Мы скажем, у нас спрашивают, который час, мы говорим, сколько времени. СОАТ ЧАНДЫ – мы говорим СОАТ ДАХАСТ. Ну или СОАТ ДАХИ. СОАТ ДАХИ. Затем мы начинаем прибавлять минуты. Допустим, у нас 10.05. ДАХО ПАНЧДАГИГЕ. ДАХО ПАНЧДАГИГЕ. 10.05. 10.10. ДАХО ДАХДАГИГЕ. ДАХО ДАХДАГИГЕ. А вот 10.15, скорее, вы не услышите вариант ДАХО ПУНЧДАХДАГИГЕ. Скорее, вы услышите ДАХО РОБ. ДАХО РОБ. Затем 10.20. ДАХО БИСТДАГИГЕ. ДАХО БИСТДАГИГЕ. 10.20. 10.25. ДАХО БИСТДАГИГЕ. ДАХО БИСТДАГИГЕ. ДАХО БИСТДАГИГЕ. И вот у нас половина. ДАХО СИДАГИГЕ. Гипотетически возможно, но чаще всего мы услышим такую формулировку. ДАХО НИМ. ДАХО НИМ. С 30 минут, то есть с половины, с 10.30, у нас появляется новая возможность. Вместо того, чтобы говорить 10.30 и дальше 10.40, хотя так мы, безусловно, тоже можем говорить. Мы можем вставлять новую фразу. Осталось до. Или там без 25 минут 11. Без 25 минут 11. Это БИСТО ПАНЧ ДАГИГЕ. МОНДЕ БЕ. МОНДЕ БЕ. Та самая фраза, которая обозначает оставшееся время до. Таким образом, у нас получается 10.35. Это БИСТО ПАНЧ ДАГИГЕ. МОНДЕ БЕЙОЗДА. И затем осталось до чего? До следующего часа. Так как после 10 у нас идут 11, то БИСТО ПАНЧ ДАГИГЕ. МОНДЕ БЕЙОЗДА. Следующая цифра. ДАХО ЧЕХЕЛ ДАГИГЕ. Или БИСТО ПАНЧ ДАГИГЕ. МОНДЕ БЕЙОЗДА. Идем дальше. У нас осталось 15 минут. ДАХО ЧЕЛЮ ПАНЧ ДАГИГЕ. Или ЙЕРОП МУНДЕ БЕЙОЗДА. Это Е. Это сокращение от ЕК. То есть одна четверть осталась до того самого времени. До, в нашем случае, 11. ДАХ ДАГИГЕ БЕЙОЗДА. ДАХ ДАГИГЕ БЕЙОЗДА. БИСТО ПАНЧ ДАГИГЕ. МОНДЕБЕЙ ЙОЗДА. ПАНЧ ДАГИГЕ. МОНДЕБЕЙ ЙОЗДА. 10.55. И вот у нас получился полный цикл. Таким образом, вместо, через цифры 10, вместо 10-го часа, мы можем использовать любой другой час, который нам нужен. Также, безусловно, мы можем говорить более точное время. Допустим, ДАХО СЮХАФ ДАГИ. 10 часов 37 минут. В таком случае вряд ли мы услышим что-то вроде «столько-то минут осталось до 11». Это будет уже немножко сложно, потому что нам надо будет выводить какие-то математические вычисления, а это нам не нужно. Итак, дорогие друзья, я надеюсь, что это видео было для вас познавательно, увлекательно. Если вам понравился этот ролик, пожалуйста, оставляйте свои комментарии. И да, напишите, во сколько вы смотрите этот ролик. Может быть, вы даже сможете сделать это на берсидском языке. Мы будем очень рады увидеть ваши ответы. Ну и, конечно же, не забывайте поставить лайк, нажать на колокольчик, подписаться, если вдруг вы еще этого не сделали, и разослать это видео своим друзьям. Спасибо, бедруть!